Привет дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень интересную закуску, называется она Вредный муж. Я вам расскажу о том, как можно порадовать любого человека, который уже ничем не удивлен в кулинарном плане. Эта закуска готовится очень просто, из привычных нам продуктов, и она очень вкусная и сочная. Для начала нужно отварить картошку в течение где-то минут 10 до полуготовности. Я взяла еще куриное мясо. Здесь мясо в основном из ножек. Оно будет более сочное, чем, допустим, из грудинки. Порезала его кубиком, где-то по сантиметру. И поджарю его на большой мощности на сухой сковороде, без масла пока есть, чтобы оно такую корочку взяло. После того, как мясо у нас стало хорошо румяное, добавляю сюда немножечко растительного масла и добавляю лук. Всего по вкусу. Мясо у меня здесь изначально было грамм 600. Изначально я жарила его, кстати, без соли пока есть. Картошку я тем временем вынесла остывать. Посолим теперь уже мясо. Главное его не пересушить. Оно должно быть с корочкой, но в то же время еще как мясо, как бы сочное. Долго не жарьте. На этом этапе я решила добавить сюда помидорки. Можно добавить сюда грибы, можно добавить сюда какие-либо другие овощи. Это могут быть даже кабачки. То есть эта закуска имеет просто кучу вариаций. Почищу картошку и натру ее на терке. У меня здесь две довольно крупные картофелины. Добавляю сюда еще твердый сыр. Сыр лучше взять какой-либо ароматный, пускай не пармезан, но какой-то ароматный сыр. И присолю еще немножечко и добавлю еще одно яйцо, для того чтобы потом у нас держалась форма хорошо. Также добавлю сюда для сочности либо майонеза, либо жирной сметаны. Перемешиваем все это вместе. Я кстати здесь не показала, яйцо я добавлю чуть-чуть попозже. Разницы не имеет, можно его сразу добавить. В свою курицу я добавила еще зеленый горошек и петрушку. Зеленый горошек у меня был мороженый. И также сюда добавлю еще где-то со столовую ложку майонеза. Опять же можно заменить жирной сметаной. Для того, чтобы наша начинка в принципе внутри была сочной. Решила добавить еще немножечко помидорок, чтобы они были посочнее, потому что те, которые уже жарились, они немножко выпустили сок. Поперчу, еще немножечко присолю. Также добавлю еще сюда одно яйцо и еще добавлю сюда твердый сыр. Опять же тертый на крупную терку. Здесь уж сыра не жалейте, от этого будет только вкуснее. Собственно начинка у меня готова. Сюда можно сделать реально любую начинку. Это вообще может быть в принципе какая-либо овощная начинка. Это блюдо вполне можно сделать постным, как раз под пост. Не используя сюда курицу и прочие ингредиенты, которые нельзя в пост. Беру свою картошку. У меня вот такая вот замечательная силиконная форма. Я в ней и маффины делаю, и муссовые пирожные. Эту форму я заказывала из Китая и показывала в одной из распаковок. Это форма из китайского сайта New Chick. Очень классная, очень удобная и буду в ней я в этот раз делать именно вот такие вот закуски. Картофельно-сырное пюре, даже не пюре, а вот такой вот слой тертый, равномерно распределяю по форме, чтобы не был не сильно тонкий, не сильно толстый слой. Если картошка у вас немножечко прилипает к рукам, я вон вы видите поставила стакан с водой и иногда палец окунаю в воду. Тогда она абсолютно перестает к рукам. Также можно в принципе и ложкой, но дно ложкой неудобно делать. Если дно можно как бы пальчиком аккуратно выровнять, то боковушки удобно вот так вот ложечкой. Это на самом деле все очень быстро. Только кажется на первый взгляд, что это долго. На самом деле это все очень быстро. Теперь заполняю свои формочки начинкой. Начинкой можно положить прям с горкой, так красиво. Можно потом остатками картошки, если она у вас осталась, сверху то ли притрусить, то ли прям полным пластом положить. Можно вообще не делать этого. Можно просто сверху присыпать твердым сыром. И тоже будет очень-очень вкусно. Ставим в духовку на 180 градусов, где-то на минут 20-30 точно. И потом достаем из духовки, даем форме остыть хорошенько, для того, чтобы сыр у нас не был мягкий. И они тогда прекрасно у вас достаются с форм и остаются у вас такие прекрасные и очень-очень вкусные закуски. Они внутри очень сочные. Если вы их разогреваете, сыр становится мягкий, прям тянется, ну очень-очень вкусно. Я уверена, вам понравится этот рецепт. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok